Добрый вечер! У нас сегодня очень такая интересная тема. Так, наша тема. Не суди, да не судим будешь. Простая такая вот тема для... Ну, будем говорить так, обывательская фраза вроде бы. Но я с вами буду говорить не как просто человек с общества, просто буду говорить с вами как астропсихолог и как эзотерик больше. Почему? Потому что с точки зрения эзотерических знаний, с точки зрения астропсихологии, почему? Потому что вам будет это более интереснее, более понятно, я так думаю, почему это нельзя делать, и нежелательно это делать. Не суди ты, не судим будешь. Это не значит, что это обратка будет, хотя бывает и такое. Но здесь немножечко другой работает закон. В первую очередь, что идет закон? Давайте я вам сейчас вот приведу. Дело в том, что... Чуть попозже приведу пример, но рассмотрим именно с точки зрения души. Душа, когда приходит в этот мир, она что делает? Она предварительно уже знает, что она будет, чем будет заниматься. Она приходит в этот мир, получает тело, специальное такое тело, которое с набором качеств характера, которые ей помогут выполнить свою эмиссиональность. То есть то дело, для которого она пришла. Ну, первое, это мы набираем опыт жизни, плюс еще основное какое-то направление мы прорабатываем. Мы говорили, как астропсихологи, знают, что такое эмиссиональность. Да и эзотерики знают миссиональность. Можно посмотреть, кстати, по натальной карте, если кто-то захочет, можете посмотреть. Но надо точное время рождения. Поэтому мы приходим с обсовой миссией, под которой получаем инструмент, то есть свое тело. Поэтому тела бывают разные, так же, как и машины. Ну, например, тело есть, ну, будем говорить, как машина, трактор, потому что по миссиональности это идет, ну, будем говорить, грубоватый человек, может быть, грубоватый, более такой неэстетичный. Но у него задача какая? Ну, как у трактора, например, походь землю. Почему? Потому что Мерседес там или какой-то легковой автомобиль там не пройдет и не выполнит ту задачу. Есть, будем говорить так, легковой автомобиль, будем говорить так, который должен выполнять тоже, ну, пускай будут элитные какие-то машины, которые выполняют тоже свою функцию, то есть делает своего человека статусным. Тоже есть такое. Поэтому вот человек рождается в том теле, в котором он должен выполнить свою роль. Один живет в городе, другой живет в деревне. Ну, это образно говоря. Поэтому один будет грубоватый, менее искусный, будем говорить, на речь, другой будет более искусный на речь и будет более, ну, будем говорить так, эстетичный с точки зрения социума. Но задача у всех разная. Точно так же и мы рождаемся. Рождаемся в своем теле, в котором выполняем свою задачу. Поэтому есть люди более грубоватые, есть люди, которые более чувствительные, есть люди, которые, ну, будем говорить так, обидчивые, есть люди, которые более эмоционально спокойные, которые умеют сдерживать свои эмоции, даже не сдерживать, а управлять своими эмоциями. Это качество характера дела. А качество характера рака он вообще не умеет управлять своими эмоциями. Очень сложно. Но это опять зависит от натальной карты, но я утрированно говорю Именно утрированно говорю по общему знаку зодиака. Вообще надо смотреть всю карту. Поэтому душа подбирает тело и выходит в этот мир, выполняет свою задачу. Поэтому всем разные. Даже вот если посмотреть, рождаются два близнеца в один день. С равенцей, будем говорить, в несколько минут, даже иногда пять минут разница бывает. Но какие разные характеры бывают? Совершенно разные. Один может быть спокойный, уравновешенный ребенок, другой, будем говорить, как Юла вертится. Один, будем говорить, добрый, второй злой может быть, бессердечный. По-разному. И если мы вот посмотрим, близнецы внешне совершенно одинаковые, но характеры разные. Вроде бы, пожалуйста, эмиссиональность должна быть одна и та же у них. Потому что они родились в определенное время. И, ну, там с некоторыми корректировочками, конечно. Плюс ко всему тому же, одни родители. Воспитание одинаковое. Совершенно разные дети. Мы уже не говорим про, будем говорить, обычных детей, то есть в семье. Когда братья, сестры, все остальное, все рождаются своими характерами. Поэтому у кого-то плюсы. Кто-то может обманывать очень много. Кто-то, наоборот, плаксивый. Кто-то более жесткий. Другой, наоборот, добряк и тянет всех животных домой. И это все в одной семье, может быть, дети. Поэтому здесь нельзя никого, будем говорить, что он такой, он сикой и все остальное. Ну, почему? Как можно ругать, будем говорить, машину-трактор и хвалить Мерседес? Почему? Потому что, ну, будем говорить, каждый на своем месте. Это первое, которое есть. Дальше. Есть почему-то такая вот вещь очень интересная. Как человек, если человек живет без проблем, ну, внешне, я могу сказать, проблемы есть у всех. Одни просто скрывают их. У каждого есть, у каждой избушки, я говорю, всегда свои погремушки. Но снаружи вроде бы все хорошо, человеку везет, у него все есть, все классно, все хорошо, он легко идет по жизни. А другой мучается просто. У него проблемы за проблемой, он ее решает. У него вечное, будем говорить, то одно, то второе, то третье. И почему такое распространенное мнение есть, что этот человек за что-то отгребает. А кто легко, будем говорить, проходит по жизни, там и кому везет, тот, у него все хорошо, все прекрасно. И из этого рождаются часто, кстати, и обиды. Обиды, что кому-то легко достается, а ты тут пашешь-пашешь, работаешь-работаешь, а у тебя проблемы за проблемой. И здесь я могу сказать так. Вообще в астрологии считается легкий гороскоп проклятия богов. Почему? Потому что мы приходим в этот мир для того, чтобы набраться опыта жизненного. То есть вы пришли в магазин, где очень много товара, очень много товара. И вы выходите из этого магазина практически пустым. Хорошо это или плохо. Вот точно так же на землю мы приходим для того, чтобы набраться опыта, жизненного опыта. А жизненный опыт притворяет способности, таланты. Поэтому вот здесь. А опыт приходит при помощи каких-то проблем. Потому что проблемы мы растем. То есть когда, чем сложнее задача, тем более обучаема душа. И забирает с собой. Мы забираем этот опыт с собой. И поэтому вот здесь душа, будем говорить так, сильная душа, она выбирает все очень трудные тропы. И у ней очень много бывает проблем, которые она должна преодолевать. Все остальное, это в основном старые души. Поэтому когда у человека трудная жизнь, он выбрал ее сам. И он набрался опыта. И здесь, когда вот начинает, почему не суди. Когда начинает, да, вот он такой, вот он живет в той семье, поэтому у него такие проблемы, потому что у него такой характер. И прочее он сам привлекает. Что-то же он натворил, наверное. Ну а насчет натворил. Вот смотрите, мы никогда не сможем узнать, где искупление, а где испытание. Почему? Потому что или человек за что-то отрабатывает. Да, есть то, что человек за что-то отрабатывает. Можно посмотреть темную карму по гороскопу, можно посмотреть светлую карму по гороскопу, посмотреть вообще всю натальную карту, посмотреть, есть ли проблемы, когда человек отрабатывает какие-то свои грехи. Это есть тоже. Но иногда бывают испытания, то есть душа устраивает все испытания, выдержит она или нет. Вот такие испытания у нас происходят, ну будем говорить, посреди жизни, где-то 38 лет, 43 года. Если вы посмотрите на своих близких, родных людей, которые находятся рядом, знакомых, все остальное, вот на этот период выпадают самые сложные всегда какие-то испытания, как для родных, так и для близких. Чем слабее душа, тем слабее у ней испытания идет. Это как проверяется, ну вот я всегда говорю, мы все алмазы. И для того, чтобы проверить полурочность алмаза, им удается очень сильный удар, выдержит он или нет. И это выходит, почему 40 лет не любят праздновать? Говорят, вот 40 лет. Люди отследили. Почему? Потому что в это время какие-то всегда проблемы возникают, не очень хорошие. Поэтому не очень любят 40 лет где-то праздновать. И вот поэтому здесь, может быть, душа испытывает что-то. Приведу притчу. Когда к Иисусу подвели слепорожденного человека и попросили его исцелить, он исцелил, человек стал видеть. И ему задали вопрос, что сделал этот человек или что сделали его родители? Почему он родился слепым? А Иисус сказал, что ничто не сделал этот человек, ничто не сделал его родители, а на нем должно произойти чудо Господне. Вот смотрите, инвалиды, которые вот рождаются. Почему-то все думают, да, вот за что-то же он точно отгребает, наверное. Что-то же он сделал такое, что он родился инвалидом. Не всегда чудо Господне должен быть. Что такое чудо Господне? Он должен где-то без рук рисовать, без ног танцевать, без слуха сочинять музыку. Или, будем говорить так, что-то еще делать. Почему? Потому что он выбрал сам именно вот этот путь, который должен показать, что это не тело, а духом человек силен. Поэтому здесь, ну опять, если притчу разобрать, вообще великолепные вещи вот в притчах есть. Например, что сделал человек, если он родился слепым? Уже говорит о том, что было предыдущей жизни. Значит, человек что-то мог сделать в предыдущей жизни, что он родился слепым. Или что сделали его родители? Почему? За ошибки родителей платят дети. То есть ребенок до 18 лет находится в среде родительской. И поэтому родители могли своими неправильными действиями что-то заложить в ребенка на подсознательном уровне. И он может точно так же, будем говорить так, в этот мир приходить, каким-то, будем говорить, ну, приносить проблемы не только себе, но и своим родителям. Поэтому надо всегда обращать внимание на... Ну вот это чистая психология, обращать внимание на родительский дом, что делают психологи. Они копаются в детстве в основном. Так вот, здесь что идет? Поэтому... Так, сколько у нас тут хватает времени? Хватает. Так, что-то вы мне не пишите сны. Если у кого-то есть расшифровка снов, пишите. Так вот, поэтому, вот смотрите. Человека... Почему нельзя осуждать человека в этом? Не суди, да не судим будешь. Почему? Потому что у каждого своя история, у каждого своя проработка, у каждого свое, будем говорить, по-своему поступает. Так что, совсем не говорить? Вот я всегда не обсуждать ничего. Нет, иногда обсудить можно. Почему обсудить можно? Вот, если вы, например, вот произошло с вашим знакомым какая-то ситуация. И вот вы со своей подругой, наверное, или с другом, вы садитесь и начинаете эту ситуацию где-то обговаривать. То есть, смотреть с разных сторон, почему он так поступил, вот, наверное, вот это вот произошло, вот то-то, то-то. Загните в себя. Если вы делаете это со злорадством, это плохо. Это обговор, и, в принципе, это ничего хорошего для вашей души не несет. Но есть, когда мы учимся на чужих ошибках. Если вы примерно присматриваете, это точно так же, как книги мы читаем. Мы читаем чужой опыт, который есть. У нас есть свой опыт, но мы можем использовать и чужой опыт. Точно так же и здесь, когда мы рассматриваем ситуацию. В каждом из нас есть психолог. Почему? Потому что нам интересно тоже чужая жизнь, не только своя, но и чужая. С точки зрения той проблемы, которой человек выходит из нее, правильно или неправильно. Вот именно вот таким вот образом. И поэтому нам интересно, что происходит с другими людьми. Интересно поговорить, обговорить вроде бы по этому, не сплетничать. Это разные вещи. Вот говорят, ой, я не буду даже это говорить. Почему? Потому что я не буду сплетничать. Это не сплетни. Это, ну, будем говорить, вы учитесь на чужом опыте. Правильно или нет. Поэтому вот таким вот образом. Так. Чуть попозже сейчас расскажем. Потом потолком ваши сны. И поэтому вот здесь не надо бояться. Не надо бояться рассматривать чужие. Будем говорить так. Какие-то ошибки. Я поступил по-другому. Я бы счет. Но дело в том, что вот смотрите. Даже вот у человека начинается проблема. И можно поддержать его в этой проблеме. Особенно вот когда вот этот период, который я сказала, 40-летний, плюс-минус туда идет. В это время должны быть рядом близкие люди, чтобы подставить плечо. Потому что очень сложно могут быть ситуации. Для слабых душ там идет, которая слабее. Почему? Потому что считается, что не по силам Бог не дает. И поэтому молодым душам, слабым душам удар идет слабее. Ну какой? Может быть развод быть. Может быть там где-то кредит не могут отдать. Это слабая. Это слабая такая вот вещь, которая, да, залез в кредит. В два кредита, в три кредита. Никак не может отдать. Стрессовая ситуация. В этом отношении запутался. Или же, например, где-то кто-то кого-то изменил, например. Поэтому муж изменил, жена изменила. Тоже стресс. Это уже все конец света. Это слабая душа. Почему? Потому что вот здесь вот, да, такому человеку требуется психолог. Будем говорить, желательно ходить к психологу, конечно, к хорошему психологу. К астропсихологу. Тем более лучше ходить. Потому что быстрее это все произойдет. Потому что рассмотрится с вашей точки зрения ваши проблемы карты. Вам расскажется, почему это произошло. И даст конкретный астропсихолог вам выход из этой ситуации. Но есть близкие люди, которые могут подставить плечо. То есть, если человек, например, влез в кредиты, могут помочь выплатить эти кредиты. Например. Если человек развелся в это время, может быть, кто-то рядом быть. Поддержать, например. Если кто-то изменил, ну, к психологу. Тут уже конкретно к психологу надо идти. Почему? Потому что из-за этой ситуации, ну, будем говорить о травме для человека. Да, для молодой души это очень большая травма. Для зрелой души это нет. Это меньше. Она сама узнает, как поступить, что поступить. Но бывают же случаи, когда, например, ваш близкий, вот вам наступило 40 лет, а ваш близкий человек или родственник, или мама, или папа, например, где-то умерли. Или же, которого любили, бабушка тоже. Вот так вот. Это расставание, это встреча со смертью, например. Есть, когда человек решается, например, полной семьи, посадил в самолет. Самолет разбился, он остался один. Вот это сильная такая вот. Кого-то в тюрьму посадили, кого-то еще. Посмотрите, ради интереса, вот на этот период. Этот период действительно очень сложный. Очень сложный. Он раз в жизни такой очень сильно наступает. Поэтому, чем сильнее стареет душа, чем сильнее именно вот эта вот его техструктура, опыт, тем сильнее может быть удар. Но или человек сам выдерживает этот удар, или же он просто может опереться на близких людей. Но близкие люди должны быть обязательно в любом случае. В любом случае они должны поддержать. Бывали случаи, что человека оклеветали, обговорили. В это время было у меня случай, когда женщину обговорили. Практически она ничего не делала, а на нее повесили всех собак. Есть, кстати, в карте, что черная луна, по-моему, в Козероге, когда человек, будем говорить, является козлом отпущения. Такое тоже может быть. Это кармическая вещь. Это кармическая вещь, которой вот человек, будем говорить, за грехи другие отвечает. Но это можно посмотреть, вот как бы предостережение, ну почему это происходит. Поэтому здесь желательно где-то поддержать человека. Почему еще отсудить не надо где-то в этом отношении? Понимаете, вот чем хорошо астропсихология? Потому что вы приходите, у вас натальная карта, если есть, вот, ну, точнее, время рождения и все остальное. Можно посмотреть, правильно или неправильно вы поступаете. Смотрится это по многим признакам, по многим аспектам. Но, по карте натальной, два человека совершенно по-разному должны поступать. Например, с одной и той же ситуацией. Почему? Потому что вот приходит для одного человека ситуация, он может там где-то легко ее пройти, вообще не запариваться. Сама пройдет. А другому надо глубинно разбираться в ней, рассматривать. Одному надо стать эгоистом, то есть эгоистично. Вот когда ко мне приходят, я вижу человек, ну, будем говорить так, для всех все делает. Но ему надо наработать эгоизма побольше. Очень сложно. Кстати, эгоисту быть и для всех добрым и хорошим тоже сложно. Это одна из сложных задач. А, например, человеку, который для многих других делает в первую очередь чем для себя, ему тоже надо научиться быть эгоистом. Как я говорю, двое детей, две конфетки. Одну съели сами, одну разделили пополам между детками. Или пополам, всем троим. Себе отказывать нельзя. Поэтому вот эти вещи все по-разному поступают. Чем, вот когда вы можете давать совет, смотреть сквозь призму своего гороскопа, ой, он неправильно поступил, вот он такой-сякой и все остальное. Нельзя, у него свой гороскоп, он нарабатывает свои определенные черты характера. Или он, вот он такой тормоз, он упускает какие-то возможности. А человеку надо подумать по карте. Ему надо. Он не хочет, если он не хочет где-то двигаться дальше, надо смотреть по карте. Может быть, ему и не надо этой быстрой вот этой гонки. Кому-то надо побыстрее, кому-то наоборот надо притормозить. Такое тоже есть. Поэтому вот здесь вот осуждать других людей, этого не надо. Не судите, да не судимы будете. Почему? Потому что иногда вы можете попасть в эту же ситуацию. В такую же ситуацию, в которую попал человек. То есть для того, чтобы понять другого человека, голодный поймет только голодного. Поэтому для того, чтобы понять другого человека, надо влезть в его шкуру. И поэтому вот тут вот судить не надо. Да, можно разобрать вот именно вот какую-то ситуацию, сказать, я бы, наверное, по-другому поступил. Он, наверное, не смог. Может быть, или опыта не хватило, или он по-своему где-то поступил. Поэтому с точки зрения вот как астропсихолога, может быть, человек правильно поступил, а вы его судите. Почему? Потому что вы суетесь сквозь призму своего гороскопа. Вы поступили, как я сказала, одному надо одно, второму другое в этом отношении. Одному надо больше стать эгоистом, другому надо стать больше бессеребренником. Кому-то надо жалеть, а кому-то, когда жалость, другой человек жалеет, у него только это пойдет на негатив. Одному надо научиться жалеть. Жалость и сострадать, вам говорят, так это высшая степень жалостливости. Так, ну что, я думаю, что я вам раскрыла тему, именно вот, сейчас посмотрим, сколько у нас времени еще есть у нас. Раскрыла тему, не судимы будете, с точки зрения эзотерики и с точки зрения астро-психологии. Подумайте над этой темой. Так, ну давайте, вот, так, приснилась подруге сон, большая крыса и много маленьких, маленьких крыс. Распугал ее кот. Он в жизни есть настоящий. Большая крыса, серая, сбежала. Это сон. В жизни подруга болеет. Вот один из таких вот вещей, когда вы пытаетесь подстроить этот самый сон, под события, которые есть. Но дело в том, что у нас есть разная сфера. У нас есть сфера денег, у нас есть сфера родственников, у нас есть сон с внутренним раздражением, это болезнь, внешним раздражением, когда какие-то события происходят. У нас есть близкие, знакомые, работа, есть политические какие-то, социальные программы, много что есть, космические, все. И вот подстраивать, вот именно в жизни подруга болеет. Нет, этот сон финансовый, сразу говорю, жесткий этот самый. Кстати, я сейчас провожу видеоролики, найдите меня, если надо будет где-то написать, в ТикТоке. Напишите «Расшифровать сон», вы выйдите на меня, там не так много людей расшифровывают сон. И там я расшифровываю сны. Расшифровываю сны, они краткие, небольшие, но есть расшифровка. И некоторые, ну, бывает, что спорят, мне вот приснился вот это, мне приснился вот это. По одному символу нельзя говорить. Есть жесткий символ, есть гибкие символы. У меня есть авторский видеокурс, если кому-то интересно, пожалуйста, обращайтесь, где учится, мы учимся расшифровывать сны. Это не сонник, сразу говорю. Сонник у меня, вот сонник от Ирины в Ютубе, пожалуйста, или Ирины Ляпкины в Ютубе, есть два канала, которые можете записаться, там смотреть, там много информации. Вообще, сонник от Ирины недавно где-то идёт, но там уже 10 тысяч подписчиков уже есть. А в соннике Ирины Ляпкины, по-моему, канал Ирины Ляпкины, там уже почти 50 тысяч подписчиков. Вот, то есть люди интересуются эзотерикой, астропсихологией с нами. И поэтому здесь надо смотреть общий сон, полностью общий сон, весь сюжет сон. Вот смотрите, приснилась подруге сон большая крыса. Крыса – жёсткий символ нехватки денег. И много маленьких, маленьких крыс. Распугал её кот. То есть у человека проблемы могут быть с деньгами, может быть, на будущее, может быть, уже идут. Поэтому в этом отношении где-то мелкие, где-то более крупные распугал кот. Кот, он в жизни есть, но дело в том, что коты – это семья. Это семейные отношения. Кот, он часто очень показывает именно на семейные отношения. Поэтому поможет семья. А большая крыса серая сбежала. То есть это хорошо, что она сбежала. То есть мелкие остались какие-то проблемы, а большие – всё это ушло. То есть здесь у подруги должно всё где-то отрегулироваться. Если у неё проблема идёт с деньгами. Так, диагноз – мочи поставили. Тут надо смотреть. Дело в том, что я уверена, что поставить не могут. Здесь есть такая болеет и поставить не могут. Здесь, скорее всего, ей снятся сны, которые могут показывать, какой диагноз у ней. Это, может быть, по снам надо посмотреть. Ну, можно, кстати, посмотреть по гороскопу. Можно посмотреть слабые места, которые у ней есть. Это первое. Есть суджок такая вот вещь хорошая, которая диагностика по руке. Диагностика по руке. Где вы знаете тоже, если кто-то захочет, пожалуйста, приходите на онлайн занятия. Это дистанционно может проводиться. И за час двадцать вы эту схему посмотрите. И можете себя спокойно продиагностировать. Почему? Это на болевом синдроме идёт. То есть точка болевая, которую вы видите, и дублируются эти точки. Это почти стопроцентный результат в основном. Поэтому этот сон финансовый, но никак не про здоровье. Так. Неделю назад впала в кому. О! Ещё поставить не могут. Неделю назад впала в кому. Поэтому тут я не могу сказать, если кто-то может посмотреть, что там с ней происходит и всё остальное. Ну, врачи могут быть. Я ещё могу сказать, что иногда бывает, что иногда негатив бывает, если не могут поставить диагноз. Или у нас несовершенная, вам говорит, диагностика. Или просто-напросто иногда человека надо почистить по негативу. Почему? Потому что один из признаков того, что никак не могут поставить диагноз, от чего это происходит, это один из признаков того, что у человека может быть негативная энергетика. Программа стоять. Ну что? Всё. Всё. Я думаю, мы с вами раскрыли эту тему, неплохую тему, которая не суди, не судим будет. Я немножко вам расширила с точки зрения эзотерики и астропсихологии. Поэтому все мы разные, несмотря на то, что у нас две ноги, две руки, голова, но тем не менее цвет глаз разный, рисунки на пальчиках разные, будем говорить, характеры разные, всё это разное. Поэтому мы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok